Добрый день. Добрый день. Банальный вопрос. Меня слышно, видно, скажите. Здравствуйте. Все, вижу ваши плюсики. Супер, отлично. Ну что, всем еще раз добрый день. Меня зовут Анастасия. Я представитель отеля Бейлис Делюкс. Сегодня будет немножко, может быть, даже необычный эфир. Просто предлагаю с вами активно пообщаться в чате. Задавайте все вопросы, которые вас интересуют. Также в конце нашего эфира я задам вам один вопрос. И если вы на него правильно ответите, кто первый на него правильно ответит, тот победит и выиграет 4 бесплатные ночи в отеле Бейлис Делюкс, что очень прекрасно. В общем, давайте оставаться на связи, потому что сегодня, несмотря на последние события, предлагаю не падать духом, оставаться позитивными. Я хочу поделиться с вами сегодня своим хорошим настроем и просто поговорить о каких-то интересующих вас вещах, о чем-то хорошем. Поэтому погнали. Ну что, отель Бейлис Делюкс, я уверена, что многие из вас, даже я вижу уже знакомые имена и фамилии, многие из вас знакомы с нашим отелем, поэтому сильно углубляться в какие-то детали происхождения нашего отеля не буду. Но есть одна деталь, которую я не могу не указать. Это моя прям традиция каждого эфира. Я обязательно должна о ней сказать. В общем, что же вам приходит в голову, когда вы слышите слово Бейлис? Я уверена, что у многих это и кер. Ну, я знаю, я вижу, что все хорошо-хорошо. Спокойно. Это не тот самый вопрос на 4 бесплатные ночи. Можно так быстро не писать. Да, ромашки. Я вижу ваши хорошие ответы. Совершенно верно. Наш отель назван в честь ромашки, потому что он был построен на ромашковом поле. То есть у нас садцы, точная тематика в нашем отеле присутствует. Об этом я еще к этому вопросу вернусь. Ну, а сейчас по карте отеля. Ваш любимый отель Бейлис. У нас большая территория, очень озелененная, много зелени. У нас можно разделить отель на несколько частей. Это как 4 отеля внутри одного отеля. Это, конечно, главное здание. Надеюсь, вам видно, как я ввожу мышкой по экрану. Это главное здание. Номера Камелия. Это наши базовые номера. Часто ко мне приходят вопросы именно по Камелии. Хочу сказать важный момент. Реновация у нас проходит каждый год планово-косметический ремонт. Ну, то есть реновация – это не реновация, это косметический ремонт планово-каждый год обязательно. В этом году у нас он даже два раза, потому что первый планово – это зимний период. И второй, во время пандемии, в 2020 году, когда мы были закрыты, мы еще раз провели реновацию небольшую, косметический ремонт. О каких-то новинках я вам еще расскажу. Ну, а теперь перейдем к номерам Камелия Фэмили. Камелия – это два домика, которые очень близко находятся к пляжу. Делаю на этом акцент, потому что часто у меня спрашивают про номера, именно фэмилин номера большие, которые находятся в пляже. Вот эти вот номера я вам тоже 100% советую, потому что они находятся на одном уровне с виллами, как вы видите, напротив вилл. И карта вытянутая, но они, правда, очень близко к морю. Наши виллы тоже поступают ко мне. Много вопросов по наших виллах. По нашим виллам можете писать, я вам буду отвечать. Виллы у нас две категории. Это вилла Беллис двухэтажная и вилла Даймод. Она одноэтажная. У каждой виллы, соответственно, свой собственный бассейн, никак не связанный между собой с другими. Но к ним мы еще вернемся. Теперь наша категория Жасмин с этим прекрасным названием цветка. Вот здесь она находится. Тоже запомните ее местоположение, к ней мы еще вернемся. Ну что, перейдем к номерам. Стандартный номер и Камелия. Камелия – это самый базовый номер наш. Он идет в первом списке категорий. Разница между стандартным в том, что Камелия находится в саду. У Камелии квадратура 22 квадратных метра и у нее душевая кабина. А в стандартном номере в главном здании 25 квадратных метров и полноценная ванная. И следующий номер у нас идет джуниор-сьют и мимоза. И хочу сказать важный момент. Начиная с категории номера джуниор-сьют, во всех номерах у нас идут и ванная, и души. Все это идет сразу в одном санузле. То есть это тоже очень удобно и важно вам знать. Джуниор-сьют и мимоза – это два одинаковых номера. Просто один из них находится в саду, это бунгало. А джуниор, он находится в главном здании. В этом году в связи с сертификацией, вы знаете, наш отель получил сертификат о безопасном туризме. Мы проходим каждый месяц, мы проходим, продлеваем наш сертификат. И, соответственно, по правилам должен быть отдельный блок, обсервационный блок. Соответственно, у нас таким блоком является мимоза, потому что он отдельно стоящий. И как бы это номера джуниор, они довольно комфортные. И в этом году вот у нас, ой, не джуниор, прошу прощения, мимоза. Соответственно, обсервационным блоком у нас в этом году является мимоза. Пока это правило не отменили, он у нас будет, поэтому продажи на мимозу мы закрыли на данный момент. Тоже для вашей информации. Так, вам не видно, вы просите мне включить указку. Хорошо. Ну, сейчас здесь у нас уже, в принципе, курсор мышки не понадобится. По фэмили номерам. У нас есть несколько разновидностей фэмили номеров. Первый – это в главном здании. Он состоит из двух комнат. В одной комнате двухспальная кровать, в второй комнате две односпальные. И между ними полноценно закрывающаяся дверь. У такого фэмили номера один самозум. А вот камелия фэмили супериор, я вам в самом начале рассказывала, что они очень близко находятся к пляжу. Это они находятся в бунгало. Эти номера состоят тоже из двух комнат. Но в одной комнате там двуспальная кровать, во второй комнате диван раскладной и одна полноценная односпальная кровать. Между ними дверь, которая разъезжается на рельсах. Ну, санузел, соответственно, тоже один. Но по сравнению с главным зданием он там намного-намного больше. Ну, то есть во всех номерах есть свои какие-то плюсы и минусы. То есть вы можете мне писать тоже по вопросам дополнительно. Буду рада ответить. Ну, мы подошли к нашей категории номеров «Жасмин». Это лично моя любимая категория. Могу рассказывать о ней вечно. Это у нас категория с особым уникальным концептом, как отель внутри отеля. Соответственно, у нее своя территория. Я вам показывала на карте. Отдельная своя территория. У нее есть свой выход в бассейн, свой собственный бар. Причем не обычный бар, а пивной бар. В этом баре большой выбор импортного пива, которое подается в бутылках. Соответственно, в этот бар имеет доступ только гости «Жасмин». Ну, и главная фишечка этих номеров – это собственный а-ля-карт ресторан. Он у нас построился не так давно, потому что сама вся категория построилась у нас в 2014 году. У нас с нуля было построено. А сам ресторан у нас подстроился буквально два года назад. То есть, может быть, еще не все агенты знают о наших вот таких новинках. Соответственно, ресторан «Беганвиль» – это полноценный а-ля-карт ресторан. Для гостей «Жасмин» он абсолютно бесплатный на протяжении всего отдыха – для завтрака, обеда и ужина. Соответственно, для остальных гостей, кто просто хочет там покушать, он за дополнительную плату. Здесь у нас небольшое видео. К сожалению, оно не включается в этой презентации в формате вебинара. Перейдем к нашим виллам. Что касается вилл, я вам рассказываю. У нас две категории вилл. Это вилла «Беллис» двухэтажная и вилла «Даймонд». Они, в принципе, не сильно отличаются друг от друга. В каждой вилле три спальни. Большая гостиная с обеденным столом. Для гостей вилл у нас бесплатные услуги рум-сервиса 24 на 7. То есть, в любой момент, когда гости хотят что-то перекусить, они всегда могут заказать им еду, им накроют на стол и приготовят то, что они пожелают. Помимо этого, для гостей вилл у нас бесплатные услуги прачечные. Я считаю, что это важный момент, потому что на виллах обычно отдыхают большие семьи, и бесплатные услуги прачечные, как некогда, актуальны. Также для гостей вилл у нас свой собственный а-ля-карт ресторан на берегу моря. Прошу обратиться на эту фотографию вот с левой стороны на нашем экране с пальмами. Вот это вот последние съемки нашей фотографии этого ресторана. Очень приятное атмосферное место на берегу моря. Это а-ля-карт ресторан. Тоже для гостей вилл работает весь день, и они могут там всегда завтракать, а берите ужин. И всеми любимые кабаны или павильоны на пляже. Их называют по-разному. У нас это павильоны, домики на пляже. Соответственно, для вилл они бесплатные, они закреплены за каждой виллочкой, а для остальных гостей они за доплату. Стоимость павильона входит в полное обслуживание. Я делаю на этом акцент, так как я знаю, что не везде есть полное обслуживание павильонов. То есть у вас есть официант, который в течение всего дня приносит вам напитки, коктейли, бутылочку шампанского тоже она туда входит, фрукты, и также можно полноценно пообедать тоже на павильоне. Соответственно, все, чтобы вы могли весь день спокойно провести на пляже. Ну и алкогольные напитки. Очень важный момент для многих гостей, чтобы хорошо провести отдых в отеле. У нас система ультра-онклюзив, и в этом году у нас есть небольшое изменение. Мы сделали полный список всех алкогольных напитков, которые есть в нашем отеле. Соответственно, я уверена, что у каждого агента есть такие придирчивые туристы, которые всегда спрашивают, есть ли вот какой-то этот определенный напиток. Поэтому вы можете написать лично мне, и я отправлю вам полный список всех алкогольных напитков. Мы его усовершенствовали, и у нас большой выбор именно импортного алкоголя. Поэтому обращайтесь. Дальше. Пляж. Пляж у нас достойный отдельного внимания. У нас чистый песчаный пляж, без гальки, пологий под море. Большая очень протяженность пляжа. Пирс у нас уже почти собран, кстати, к летнему сезону. У нас летний сезон в отеле начинается официально с 20 апреля. Соответственно, на пирсе у нас тоже будет небольшое изменение. Мы собираемся построить новый бар. Надеемся, уже к летнему сезону мы тоже его успеем сделать. Он уже довольно быстро собирается в готовый бар. Тоже большой плюс для гостей, отдыхающих на пирсе, потому что у нас очень длинный пирс. На нем расположены большие спальные кровати, где можно спокойно разложиться, загорать и отдыхать в течение всего дня. Они абсолютно бесплатные для всех гостей. Так, White Bistro тоже довольно считается новинкой нашего отеля. В прошлом году он построился. Это наш снэк-ресторан. Работает он весь день. Можно там пообедать и, кстати, даже поужинать. Он работает по меню. Он абсолютно бесплатный тоже для всех гостей, но там система как у а-ля карты. То есть что-то среднее между снэк-рестораном и а-ля карты-рестораном, потому что вы заказываете блюда именно по меню. Там большой выбор блюд. Есть и салаты, и холодные закуски, горячие блюда, и даже десерты. Соответственно, важный момент. Мы работаем круглый год, и White Bistro у нас работает тоже в зимний сезон. И это очень большой плюс тоже для зимнего сезона. У нас концепция зимой тоже довольно расширенная, что тоже большой плюс. Кафе Бейлис. Вот это вот именно новинка-новинка этого сезона, потому что мы ее построили за время пандемии. Хочу напомнить, что мы открылись 1 июля с открытием границ именно первых, поэтому успешно проработали весь летний сезон 2020 года и зимний. Зимний сезон у нас вообще на ура прошел. У нас была заполняемость очень высокая в зимний сезон, и даже самая высокая заполняемость за последние 8 лет. Я считаю, что это очень хороший показатель. Мы не сокращали концепцию, мы не сокращали наших сотрудников, мы проработали успешно весь этот период, и я тоже, думаю, очень с большой гордостью это говорю, и считаю, что это тоже важный момент, что мы хорошо восстановили этот период. Надеемся, так и будет продолжаться. Сейчас по поводу кафе Бейлис мы были закрыты всего 3 месяца, мы решили не тратить время зря, и сделали небольшую реновацию. Мы полностью снесли наше старое кафе и построили новое. Оно теперь шире, больше с новым дизайном, новым концептом. Очень вкусная выпечка у нас в утреннее время. После обеда у нас там подаются сладости и пирожные. Но одна вещь у нас осталась неизменной – это очень-очень вкусный кофе. Я как кофеман этому уделяю отдельно большое внимание. У нас кофемарки и кофейные зерны, поэтому все ценители, я думаю, у нас оценят наш кофе. Так, дальше. Аквапарки. Тоже важный момент. У нас вообще по бассейнам, что касается бассейнов, у нас большое количество бассейнов по всей территории отеля. Это плюс, потому что вы можете всегда расстроиться по всей территории отеля и всегда найдете себе свободное место, где можно спокойно отдохнуть. Что касается аквапарков, на территории нашего отеля два аквапарка, отдельно для детей и отдельно для взрослых. Оба аквапарка подогреваются у нас в зимний период. То есть уже с первой недели ноября до середины мая у нас будут подогреваться аквапарки. В данный момент они тоже подогреваются. Вода достигает до 28 градусов тепла. То есть можно и поплаваться в теплом бассейне, можно покататься на горках и взрослым, и детям, что тоже хорошо повлияло на наши продажи в зимний период. Так, как-то видео пропускаем. Анимация. Что касается анимации, вы прекрасно знаете, что это тоже важная составляющая хорошего отдыха. Я вижу ваши комментарии. В анимации мы сделали в этом году упор на самом деле. То есть мы увеличили бюджетную анимацию, мы сделали больше фестивалей для взрослых, для детей. У нас каждый вечер в ампи-театре шоу-программа, выступления, живая музыка, диджей-сетапы. То есть мы максимально наполнили нашу анимационную программу. В нашей анимационной команде работают около 30 человек, и большинство из них, даже больше половины, русскоговорящие. Ну и что касается концертов, я думаю, что это тот вопрос, который у нас все ждут. Это вот наша концертная программа на этот сезон, на летний сезон. Как вы видите, у нас в течение всего сезона будут выступать артисты. Но в свете последних событий, конечно же, мы вынуждены сообщить, что концерты на майские праздники у нас переносятся. Но тут тоже очень такой сложный вопрос. На самом деле это даже не мы, как отель его перенесли, а сам менеджер, который занимается приглашением звезд в Турцию, то есть в Анталию, она нам сама сообщила, что артисты сообщили о том, что они хотят перенести концерты. То есть это даже не наше решение. Но я больше чем уверена, что все отели на майские праздники свои концерты перенесут. Это вынужденная мера. Я знаю, что сейчас у некоторых остались еще своя концертная программа, но... Артур Пирожков пешком, кого не придет. Ну, на самом деле, если у нас сегодня такой формат общения с вами, скорее не вебинар официальный, а просто общение, хочу сказать вам, что если подумать логически, сами звезды тоже не захотят рисковать. То есть именно, что они приехали в такой период в Турцию, и одно дело это не выставлять нигде в соцсетях, но другое дело, если ты где-то выступишь, тебя засняли, и потом ты где-то вышел в репортаже. То есть вы сами это прекрасно понимаете, вы все агенты, вы знаете всю нынешнюю ситуацию, поэтому здесь даже, я думаю, что нечего обсуждать на данный момент. Ну что, идем дальше. Так, пропускаем наши концерты. Не будем на плохом, перейдем к нашей детской концепции. В детском клубе у нас тоже произошла реновация. Мы перестроили нашу детскую площадку, обновили покрытие, у нас противоударное покрытие, больше горок различных для детей. Вы знаете, что в связи с сертификацией по правилам необходимо больше мероприятий проводить на свежем воздухе, поэтому у нас для этого все располагает. Новая детская площадка, тент над детской площадкой, чтобы дети не играли на солнце в летний период. Ой, ну все, все, вы покорили мое сердце. Спасибо, Елена. И Ольга, прям большое вам спасибо. На самом деле, я знаю, что у всех сейчас какой-то такой шок от этой всей ситуации. Я слежу тоже за вашими обновлениями, комментариями в группах. У всех у нас такой период. Но я считаю, что меньшее, что я могу для вас сейчас сделать, это поднять вам как-то настроение и просто держаться. В прошлом году мы тоже открылись очень рано. То есть мы были одними из первых, кто открылся. Это был для нас как выстрел в небо на тот момент. Но мы продержались, и мы успешно проработали этот сезон. Надеемся, что в этом году тоже все будет хорошо. Мы сможем продолжить работать и успешно пережить, или как его даже сказать, это неуместное слово, на этот летний сезон. Ну, в детских площадках я вам рассказала. Еще важный момент. У нас их на самом деле тоже много. Как у нас много бассейнов, так у нас много и детских площадок по всей территории отеля. Поэтому тоже удобно, что дети могут всегда рассредоточиться по разным точкам в отеле. Это очень большой плюс. Ну и мы подошли к нашей главной фишке нашего отеля. Это зоопарк. Большой зоопарк с экзотическими животными. Пишите мне какие-то комментарии про наших животных. Я знаю, все знакомые с нашими обезьянками шимпанзе, например, тоже. Все про меня спрашивают на всех воркшопах, презентациях. Как ваши обезьянки. Все прекрасно. Зоопарк у нас тоже. Зря время не терял. За время пандемии у нас произошли некоторые изменения, даже пополнения. В нашем зоопарке, сейчас расскажу, у нас много экзотических животных. Это и фламин, и пеликаны, страусы и так далее. Вот у нас была зебра, если вы помните. И наша позиция отеля, это, грубо говоря, каждый тварь по паре. Соответственно, у нас была зебра, мы очень долго не могли найти пару. В итоге, спустя долгое время, мы нашли пару в Анкаринском зоопарке, в Анкаре. Но он, к сожалению, отказался нам отдавать свою зебру, поэтому нам пришлось отправить нашу зебру в Анкару, чтобы она была очень счастлива в том зоопарке и не одинокая. Чувствовала себя одинокой. Поэтому, нет, лошади, я знаю, лошади не подружились с нашей зеброй. Мы, на самом деле, пытались. Поэтому Анна, к сожалению, нет, не прошло. Но вместо зебры, я вижу, не расстраивайтесь, из места зебры у нас появился олень, ему нашлась пара, соответственно, у нас теперь олени в отеле. У нас газели, олени, и есть изменения. Спасибо, Наталья, спасибо. Ну что, course riding. У нас еще помимо зоопарка есть большой конный клуб. Это более 25 лошадей и пони. Можно покататься на лошадях, взять урок верховой езды. У нас есть тренер. И также можно сделать фотосессию на берегу моря на лошади. Получается очень красиво. Такая тоже у нас популярная услуга. Поэтому всем советую. Вот, кстати, с левой стороны вы видите лошадку. Это наш известный жеребец, так скажем. Его зовут Зевс, и он чемпион Европы, между прочим. И он у нас сейчас звезда, у нас во всех видео снимается, во всех наших рекламных роликах. Именно он у нас бегает. Так, очень шикарное видео. К сожалению, не могу вам показать. Опять-таки, потому что вебинар не поддерживает формат. Обращайтесь ко мне. У нас много видео и фотоматериалов. Если вам нужно будет что-то использовать для рекламы или просто вы хотите посмотреть, показать или отправить туристам, пишите мне, я вам все отправлю. Спорт. Что касается спорта, у нас на территории отеля два профессиональных футбольных поля, два теннисных порта. Поиграть в теннис для всех наших гостей абсолютно бесплатно. Экипировку мы предоставляем под депозит. Ну и СПА-центр. Пожалуй, самый часто задаваемый вопрос последние три месяца прошлых был, это работает ли у нас закрытый подогреваемый бассейн. У нас работает, все подогревается, СПА-центр открыт и функционирует, как прежде. В связи с правилами сертификации вы знаете прекрасно, что необходима предварительная запись именно в СПА-центр. Но бассейн подогреваемый, закрытый у нас работает, так же, как и тренажерный зал, поэтому все у нас функционирует. Ну и последнее, это наш МАИС, это наши конференц-залы. У нас есть большие конференц-залы, рассчитанные на группу около 600-650 человек. Проводятся у нас различные мероприятия. Если вас будут интересовать какие-то у вас будут вопросы касательно МАИСа, обращайтесь ко мне, я вам дам контакт моего коллеги, который занимается именно группами и МАИС. Ну, сейчас я с вами не прощаюсь. Я бы хотела с вами сначала пообщаться. Я вижу сегодня очень активные комментарии. Большое вам за это спасибо, мне очень приятно. Пишите все ваши вопросы. Пока я здесь, я готова на них ответить. Контакты мои обязательно вам скинут сюда, в чат. Спасибо большое, Лидия. Людмила, мы тоже скучаем, мы тоже, тоже очень скучаем. Правда, на самом деле, уже хочется, чтобы все наладилось, и все было как прежде. Отель не закрывается. На данный момент у нас нет плана закрываться. Конечно же, мы в прошлом году тоже, как и все говорили, да нет, не закроемся, да нет, и границы не закроются. Но, как видите, некоторые вещи зависят не от нас. То есть на данный момент мы приняли решение продолжать работать дальше. Дальше мы уже не знаем, что как может быть. Так, я вижу вопросы с викторины. Так, я не буду подсказывать вам вопросы на викторине. Я знаю, что сейчас я выпустила викторину на немножко другом сайте, поэтому... Кстати, вот этот вопрос я хотела задать на сегодня вам, но уже не буду. Так. Как много вопросов. Так, скажите дату подогрева бассейна. Что касается бассейна, смотрите, мы приняли решение подогревать до середины мая. Почему мы не говорим точные даты? Так это потому, что все зависит напрямую от погодных условий. То есть как только станет тепло, мы выключим подогрев. Это не из-за экономии или из-за того, что мы что-то можем поменять. Это напрямую по той причине, что все зависит от погоды. То есть мы не хотим выключать еще до того, как станет тепло, только потому, что мы указали эту дату. Поэтому мы говорим до середины мая. В прошлом году по опыту мы подогревались до 20 мая. То есть в прошлом году до 20 мая, в этом году тоже, скорее всего, так и будет. То есть на майские праздники точно будут подогреваемые бассейны. Это я вам могу гарантировать. Ну ладно, если вы сегодня вышли в мой прямой эфир, раз уж вы здесь, я вам отвечу на интересующий всех вопрос, который был в викторине. Какое растение растет на территории, которое занесено в красную книгу? Внимание! У нас на территории растет, причем натуральным образом, мы его специально не сажали, у нас растет панкрация морской или же песчаная лилия. То есть это растение занесено в красную книгу, оно растет на песке. У нас есть несколько мест, где цветет именно это растение, этот цветок, и мы за ним ухаживаем, мы уделяем ему отдельное внимание. И да, этот вопрос часто попадается на наших викторинах. Сегодня я сделала исключение, вам уж помогла. Поэтому... Так, панкрация морской, да. Камелия, биганвиль, нет-нет, это неправда. Контакты я свои отправлю вам в конце, обязательно. Меня спрашивают вопрос по графику работы зоопарка. Зоопарк у нас работает не по часам, то есть в любое время, когда гости хотят посетить зоопарк, они могут прийти к нам и погулять по зоопарку. И важный момент, который я хочу сказать, это не коммерческая деятельность для нашего отеля, это более благотворительная деятельность. И просто это важный момент, именно лично для меня это сказать, потому что я как главный защитник животных в нашем отеле, я всегда это обязательно указываю. Что-то некоммерческая деятельность в нашем отеле на этом никак не зарабатывает. и, соответственно, зоопарк открыт для посещения всех наших гостей. Более того, у нас есть официальная лицензия от государства на содержание зоопарка. Если вдруг в Анталии где-то плохо ухаживают за животными, государство их конфискует и привозит к нам на реабилитацию. У нас таких историй очень много. Вот у нас есть, например, пеликан, у него, к сожалению, нет одного крыла. Мы его выкупили у браконьеров, спасли, и он себя сейчас прекрасно чувствует. В нашем зоопарке. Так, так. Про викторину у всех теперь самый главный вопрос. Про викторину вам сейчас ничего не могу сказать. Потом вы можете мне написать, я вам отвечу, где это. Так, ну что, я предлагаю сейчас посмотреть последнее видео нашего отеля, которое у нас, которое мы сняли. И после видео я уже задам вам вопрос, главный вопрос, после которого вы играете 4 бесплатные ночи в нашем отеле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, вы видели наше видео или нет? Все, отлично, Ольга, да, супер-супер-супер, отлично. Готовы к викторине? Ну что, я задам вопрос, опять-таки, из викторины. Не с подковырка, я могла бы задать вам сложнее. Один из которых я планировала задать, вы уже сегодня написали, мы его уже обсудили. Зевс, да, Зевс, я правильно запомнила, но нет, этот вопрос касается не этого слайда, я переключу, чтобы вас не путали. Так, ну что, мы сегодня много говорили про наш зоопарк, поэтому скажите, как называется наш зоопарк? Ну вы молодцы, вы самые активные сегодня, правда, за всю мою историю вебинаров сегодня самые активные зрители. Я этого, правда, не ожидала. Большое вам спасибо, много очень правильных ответов. Давайте посмотрим, кто же был первый. Так, скажите, кто был первый? Я вижу, что это Оксана. Совершенно верно, это была Оксана. Оксана, поздравляю вас, буду рада увидеться с вами в нашем отеле, познакомиться лично. Ну, а всем большое спасибо, это был прекрасный эфир, мы были очень активные. Молодцы. Оксана, отпишитесь. Вас все уже поздравляют. Ну что, есть ли у вас еще какие-то вопросы по отелю, можете, у вас еще есть шанс их задать? Отлично. Супер. Ну, я надеюсь, у меня получилось поднять вам настроение сегодня. Свои контакты я кину в чат после эфира. Большое вам спасибо, остаемся на связи. По всем вопросам буду рада вам лично ответить, с вами пообщаться, познакомиться с каждым из вас лично. Предлагаю не падать духом, оставаться позитивными и берегите себя и свое здоровье. Желаю вам хорошего дня и хорошего сезона в этом году. Будем надеяться, все будет хорошо. Все, до свидания. Все, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.